Япония и Южная Корея волей-неволей подумывают о собственных ядерных арсеналах. Риск ускорения гонки вооружений спровоцировал очередной запуск северокорейской ракеты, которая на сей раз пролетела над территорией страны восходящего солнца. Хрупкому статус-кво в регионе угрожают и программы разработки ракеты ядерного оружия КНДР, и противостояние им. Журналисты испанской Эль Мундо в своем материале, посвященном ситуации на корейском полуострове, подчеркивают, что действия Пхеньяна побуждают Сеул и Токио забыть о многочисленных разногласиях в новейшей истории и укреплять альянс. По словам экспертов, у Японии есть необходимые технологии и запасы плутония, но для создания атомной бомбы пришлось бы изменить конституцию, а широкие слои населения будут против. В Южной Корее 60% граждан напротив поддержали бы подобные разработки. В последние недели некоторые партии потребовали, чтобы США снова разместили в республике свое ядерное оружие, говорится в статье. Впрочем, из реальных фактов о непредположении прогнозов, в СМИ пока сообщается лишь о возмущенном в который раз Совете Безопасности ООН. Комментарий Юрия Козлова. За что реце окна, спрятаться под партой, закрыть руками голову? Это урок в школе японской деревни Вадзима, префектура Исикава. Подобные занятия сейчас проходят по всей стране и не только для школьников. В Вадзиме в учениях принимают участие все жители от мала до велика. В последнее время мы часто слышим новости о ракетных испытаниях, поэтому мы к ним уже привыкли. Конечно же, мы не можем наверняка знать, что это – очередные учения или начало настоящей войны. Поэтому мы постоянно тренируемся, чтобы не запаниковать в случае реальной угрозы. Последний раз северокорейская ракета пролетала над территорией Японии 20 лет назад. Однако и местные жители, и национальные вооруженные силы встретили испытания довольно хладнокровно. Военные оперативно высчитали траекторию и выяснили, что ракета упадет в океан. Эвакуация была объявлена лишь в одном поселке из-за угрозы падения обломков снаряда. Полет ракеты длился 15 минут. Никакого ущерба в результате испытаний зафиксировано не было. Реакция официального Токио была довольно жесткой. Япония созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН и пообещала максимально усилить давление на Пхеньян. В последнее время КНДР все чаще пугает соседей ракетными испытаниями. Всего за время правления Ким Чен Ына, то есть за последние 6 лет, Северная Корея запустила 84 баллистические ракеты. Такого количества пусков не фиксировалось ни при отце нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ыре, ни при его деде Ким Ир Сене. Совбис ООН осудил действия Пхеньяна, но о дальнейших мерах в отношении Северной Кореи мировому сообществу пока договориться не удалось. Весь мир объединился против Северной Кореи. В этом нет сомнений. Властям КНДР нужно признать, что они загнали себя в ловушку. США не позволят им и дальше продолжать это беззаконие. И другие страны поддержат нас в этом. Еще в начале августа в Совбезе ООН была принята резолюция, содержащая новые санкции в отношении КНДР. Документ запрещает импортировать из Северной Кореи ее основную продукцию – уголь, железо, руду, свинец. Вдобавок, Токио, Сеул и Вашингтон предлагают запретить продажу нефти Пхеньяну. По задумке этот шаг должен обрушить северокорейскую экономику и нейтрализовать армию этой страны. Вооруженные силы любого государства потребляют топливо в огромных количествах. Однако против таких радикальных мер выступают Россия и Китай. В Москве и Пекине опасаются, что загнанный в угол Пхеньян может действительно начать войну, как это произошло во время Второй мировой с Японией. Страна восходящего солнца нанесла удар по Перл-Харбору после того, как ее отрезали от поставок черного золота. Более того, Северная Корея находится под санкциями уже много лет. Но это скорее сказалось на жизни простых граждан, а не на способности страны создавать ядерное оружие и баллистические ракеты. Эксперты напоминают, что подобного рода инциденты происходят на корейском полуострове постоянно, и не всегда понятно, кто кого провоцирует. С одной стороны, Северная Корея с регулярными испытаниями ракеты, даже ядерного оружия. С другой, периодические масштабные учения Вашингтона и Сеула и недавнее размещение американской системы противоракетной обороны в регионе. К слову, Россия и Китай то и дело упрекают США в том, что Пентагон использует напряженность на корейском полуострове в качестве предлога для наращивания военной силы в Тихом океане, для сдерживания не Пхеньяна, а Москвы и Пекина. Китай выступает против хаоса или войны на полуострове. Усиление военного присутствия в регионе не поможет в достижении ядерного разоружения и региональной стабильности. Развертывание американской системы противоракетной обороны ТЭТ в Северо-Восточной Азии также серьёзно ставит под угрозу региональный стратегический баланс, подрывая стратегические интересы всех стран, включая Китай. Это ещё больше усилит напряжённость, сделав проблему куда более сложной и неразрешимой. Также эксперты подчёркивают, что сценарий у всех корейских кризисов всегда один. Жёсткая реакция Совбеза, проведение масштабных учений обеими сторонами, серия взаимных угроз и краткий период затишья до следующего инцидента. Правда, сейчас в этом сценарии появился непредсказуемый Дональд Трамп, который за последние недели сделал несколько беспрецедентных заявлений. Американский лидер пригрозил Пхеньяну апокалипсис, а мы заявил, что время переговоров с КНДР прошло. Северная Корея в ответ пообещала нанести ядерный удар по острову Гуам в Тихом океане. Там расположена военная база США. Теперь, когда Вашингтон открыто заявил о своём намерении стереть КНДР с лица земли и лишить республику права на существование и развитие, наши действия станут ещё более решительными. США несут полную ответственность за рост напряжённости на корейском полуострове. Вашингтон и его последователи должны иметь в виду, что никакое давление не сможет повлиять на развитие ядерной программы КНДР, которая нужна нам для защиты нашего суверенитета от враждебной политики США. Я не думаю, что Северная Корея всерьёз задумывается об ударе по Гуаму, даже несмотря на всю провокационную риторику последних месяцев. Более реальным сценарием является запуск ракеты в направлении этого острова, который покажет, что КНДР потенциально может атаковать Гуам. Не знаю, способен ли Пхеньян на такую провокацию, но для США произошедшее уже является большой проблемой. Все мы помним жёсткие заявления Трампа о военном решении конфликта. К счастью, этого пока не происходит. С другой стороны, если вы обещаете что-то сделать, а потом не делаете этого, то ваши слова начинают воспринимать как блеф. Это сейчас и происходит. К заявлениям США в Пхеньяне относятся крайне несерьёзно. Будто в подтверждении этих слов в субботу КНДР сообщила об испытании водородной бомбы. Это самый мощный тип ядерного оружия. Взрыв вызвал в регионе подземные толчки магнитудой около шести. Северокорейское телевидение заявило, что бомба может быть установлена в качестве боеголовки на баллистическую ракету. Юрий Козлов вокруг планеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова